Это как бы способ с этими пространствами хоть что-то делать, потому что обычно, когда вам дают пространство, говорят, вот гиперплосква, окей, это натянута на n-1 вектор, да, если всего размерность n. Но в бесконечноменном случае это ни о чем, потому что оно на что-то натянуто, это базис Гаммеля, а базис Гаммеля, как мы с вами обсуждали, увидеть, кроме редких случаев, невозможно, это как бы ни о чем. Лучше, чем само подпространство, ты не скажешь. Но, оказывается, можно зайти со стороны линейных функционалов. Значит, это пока чисто алгебраическая наука, здесь никакого нет другого жанра, здесь никакого анализа не появилось. Когда появляется анализ? Когда добавляется топология. Вот давайте, какой самый простой способ добавить топологию? Норму ввести. Значит, пусть теперь х — это нормированное пространство. Нормированное пространство. Значит, тогда появляются линейные функционалы, которые… Ну, он непрорывный, естественный класс выделяется, да, непрорывных линейных функционалов. Ну, и надо сразу себе отметить, что, значит, если размерность х бесконечна, значит, конечна, то все линейные функционалы непрерывны. Ну, почему так? Ну, потому что вы берете базис, и в этом базисе все записывается в координатах, да. У вас л от х записывается, как там, х1 л от е1 плюс хн л от е1. А норма эквивалентна, ну, например, просто максимуму из модулей координат. Вот, и поэтому, да, почему эквивалентно? Ну, потому что, конечно, мерное пространство. Вы знаете, что там все нормы эквивалентны между собой. Все, это сразу, очевидно, делает непрорывным это выражение, да. Если размерность бесконечна, то всегда существует разрывный линейный функционал. Ну, во-первых, те, кто на семинаре был, вы помните, что, значит, ну, сейчас увидите, что мы, на самом деле, уже сталкивались с ситуацией разрывного линейного функционала. Но, значит, можно прямо вот взять и построить. Значит, возьмем базис, базис Гаммеля, он бесконечный, возьмем в нем счетную подсистему. Поскольку можно нормировать, то можно считать, считать, что нормы Е альфа катых – это однокаты. Это никак не портит, то, что это базис, да. Если вам дали базис, вы поумножали базис на вектора, на числые нулевые. Это от этого не перестало быть базисом. Значит, ну, а теперь давайте L от Е к и Альфа катых положим единичкой, а на остальных нулем. Нулем. Ну и понятно, дальше по линейности это продолжается до линейного функционала. Помните, да, если есть алгебраический базис, задать линейный функционал очень просто. На каждом базисном тул, каким хочешь, скаляром, а дальше просто по линейности он восстановил вам весь линейный функционал. Ну и видно, что L от Е альфа катых не стремится к нулю, но при этом сами эти альфа катые отлично стремятся к нулю. Ну, это у вас L в нуле, значит, получается, непрерывности нет. Значит, эта конструкция с базисом Гаммеля дает вам разрывный линейный функционал в любом пространстве абстрактном. Но, конечно, можно увидеть линейный функционал в конкретной ситуации разрывной. Значит, если вы возьмете непрерывные функции, в качестве нормы возьмете интегральную, а в качестве функционала возьмете значение, например, в нуле. Значит, это функционал разрывный. Почему? Потому что есть последовательность функций вот таких вот, да, по которым, которые стремятся к нулю по норме. Ну, у них норма это 1 на 2n. А L от xn, тождец на 1. То есть, видите, не надо там даже базис Гаммеля какой-то смотреть, чтобы увидеть, что бывают разрывные линейные функционалы. Другой вопрос, что, конечно, здесь пространство неполное, и может возникнуть желание задаться вопросом, а что будет, если полное, может, там нет таких. Ну, базис Гаммеля говорит, что не отвертишься. Значит, неважно, полное или неполное, разрывное есть всегда. И здесь же полезно вспомнить вот это пространство, уже встречавшееся на семинарах, которое ядро этого линейного функционала. Это самая настоящая гиперплоскость. Да, она дополняется единичкой просто до всего пространства. И при этом эта гиперплоскость всюду плотна. Да, потому что, ну, любую функцию, как вы помните, непрерывную, можно срезать просто на ноль. Да, и получится, чтобы приблизили ее функции из ядра. То есть гиперплоскость всюду плотна. У нас на семинаре такое встречалось уже. Видите, разрывный функционал, гиперплоскость всюду плотна. Так будет и в общем случае. Всегда, когда перед вами разрывный функционал, это то же самое, что вы зачем-то решили рассматривать очень странные гиперплоскости, которые всюду плотны. Вот. То есть такая экзотика. Значит, ну, отсюда возникает вывод, а как узнать, непрерывный линейный функционал или нет. Значит, для этого полезно следующее утверждение, которое вам наверняка знакомо, ну, или хотя бы часть которого вам наверняка знакома. Но мы давайте сразу, значит, его сформулируем, докажем. Это будет, так сказать, немножко прояснять, на мой взгляд, картину теорема. Пусть х нормированное пространство и л линейный функционал на х. Следующее утверждение равносильное. Первое утверждение. Л непрерывно. Второе. Л непрерывно в нуле. Третье. Л ограничено в окрестности нуля. Четвертое. Л от х меньше либо равнос на норму х. Пятое. Ядро. Л замкнуто. Значит, ну, это некие очевидности. Вот. Но, значит, полезные очевидности. Значит, прежде чем доказывать, давайте сразу отметим, что наилучшая константа наилучшая константа в четвертом называется нормой линейного функционала. Ну, то есть, что значит наилучшая константа? Это наименьшее из чисел, которое здесь можно поставить, правда? Чтобы для всех х выполнялось. Но, как вы помните, наименьшее из чисел, которые что-то ограничивают сверху, это, как ни странно, не инфинум, а наоборот, супреум. Да, наименьшее из верхних ограничителей это супреум. Вот такой штуки. Значит, это норма непрерывного линейного функционала. Можно проверить, что это действительно норма. Значит, можно проверить, что это норма на пространстве непрерывных линейных функционалов. Ну, я оставлю это упражнением, но это так себе упражнение, потому что это супремум, эта норма почти ничем не отличается от нормы на пространстве ограниченных функций. Вот. Поэтому, значит, тут как бы ничего сверхъестественного нет. И проверка ровно такая же, как для обычного супремума модуля. Да? Потому что, если не смотреть на то, что здесь на норму x делится, но она, деление на норму x-то особо не участвует, здесь главное l, а для l это как будто супремум модуля. Вот. Можно еще так смотреть, конечно, этот x можно внести внутрь и брать супремум просто по векторам единичной длины. Понятно, да, что это одно и то же? Внесли туда, и получилось x делить на норму x. Ну, а в этом случае это вообще ничем не отличается от нормы пространства ограниченных функций. Просто вы взяли и смотрите это пространство на единичной сфере. То есть, ну, так вот линейные функции бывают, конечно, ограничены, только она нулевая. Ну, или пространство нулевое, ну что, это одно и то же. Вот. А так вообще линейные функции, конечно, никогда не ограничены. Вот. Но вы ее, если на сферу ограничите, то есть будете брать вектора длины 1, то непрорывные линейные функции там ограничены. Вот. И тогда можно что? Можно просто считать, что это как кусочек пространства ограниченных функций. Поэтому эту норму еще иногда равномерной называют. Потому что это, это по сути норма, взятая из пространства ограниченных функций. Вот. Значит, теперь доказательство теоремы. Доказательство теоремы. Ну, давайте сразу пойдем. Значит, первое, второе. Но я надеюсь, вопросов нет, что если всюду, то в точке 0, тем более. Из второго, третьего, но это на мотане. Просто как азбуку учили, что если непрорывно в точке, то ограничено в окрестности всегда. Помните такое? Это одно из свойств. Берете там какой-то епсилон равно единице, получается то, что нужно. Теперь из третьего, четвертого. Ну, это надо может быть пояснить. Но тут чего пояснять? Значит, вот вы взяли шарик и на этом шарике L от X оценивается константой. Ну, что мы делаем? Ну, мы берем теперь любой X, не нулевой. Нормируем и умножаем на R пополаму. Он сразу попадает в шарик. Правильно? Ну, а тогда L от R X делить на 2 нормы X меньше либо равно M. Выносим, получаем L от X меньше либо равно 2M делить на R нормы X. ну, то есть оценка, которая есть, она просто, ну, в силу линейности, поскольку любой вектор может тогда ужать до вектора из этого шарика, означает просто оценку с какой-то константой через норму X. теперь из этого совершенно элементарно следует пятая. Почему? Ну, потому что L от X минус L от Y это L от X минус Y, а это меньше но C на норму X минус Y. Поэтому вам не только непрерывность, вам липшицевость дана. Ой, не пятая, а я извиняюсь, первая. Первая, первая. первая. Значит, мы из первого второй, из второго третий, из третьего четвертого, из четвертого первая. Первые четыре зациклились. Нет вопросов, да? Ну, довольно элементарно это все и может быть даже уже где-то было. Вот. Теперь давайте пятое обсудим. Но пятое значит в одну сторону. Если я ее непрерывно, то, конечно, множество нулей непрерывной функции, как вы знаете, замкнута, правда? это было. Было, что множество нулей, ну, множество нулей непрерывной функции да, замкнутое множество. Ну, а чего, давайте, ну, вот если вы взяли отсюда иксенны, л от иксенны, а иксенн сходится к какому-то а. То есть, за непрерывности же следует, что л от а тоже ноль. Ну, значит, замкнутое. Пока все понятно, что делаем? Хорошо. Значит, в обратную сторону докажем, замкнутое, что замкнутое гарантирует непрерывность. Значит, ну, но как это сделать? Пусть ядро замкнутое. Значит, предположим, что л разрывно, но тогда найдется последовательность иксен, которая стремится к нулю, а л от иксенн к нулю, что? Не стремится. Ну, можно сразу считать, что л от иксенн больше какого-то дельта положит. Понятненько? Теперь возьмем вектор В, такой, что л от В равно единице. Значит, ну, почему такой найдется? Ну, если такого не нашлось, значит, л отождественной ноль, но тогда никаких проблем с разрывом бы не было. Понятно, да? Это гарантирует, что такое есть. Вот. Ну, и посмотрим, значит, что такое иксенн. Минус плюс л от иксенн на В. Это иксенн из ядра, как мы с вами знаем. Ну, мы специально вспоминали про ядро, чтобы это было понятно. Но теперь давайте поделим на л от иксенн. но это опять из ядра. А эта штука, вот эта штука, стремится к нулю. Почему? Там иксенн. Ну, иксенн стремились к нулю, а поделили вы на числа, которые к нулю не приближаются. Значит, это продолжает стремиться к нулю. Да? Вот. Ну, и получилось, смотрите, что В отличается на что-то, стремяющееся к нулю от ядра. А при этом В не из ядра. Значит, это противоречит замкнутости ядра. Ну, и заодно вы здесь видите, что если предположить, что Л разрывный, то сразу удается доказать, что ядро всюду плотно. Потому что вектор В это, в общем, произвольный. То, что мы его единичкой здесь взяли, Л ватэ, он единица, это после красоты момента. То же самое проделывается с ненулевым просто. Да? Что Л от В не ноль. Поэтому вот из лекарства еще и видно, что ядро обязательно будет всюду плотным. Вот. Значит, вот у нас такие описания непрорывных линейных функций. Ну, теперь смотрите, значит, ну, это такое просто вот введение в линейную науку. Вот у нас есть линейное пространство, алгебраически на нем есть базис, линейный функционал, ядро линейного функционала. Теперь, если мы добавляем топологию самым вот таким наивным способом, просто берем, добавляем какую-то норму, у нас появляются разрывные линейные функционалы, между чем появляются они в ситуации бесконечномерные, бесконечномерные их нет. То есть получается тоже сразу такое классное утверждение, что пространство конечномерно тогда и только тогда, когда все линейные функционалы у вас непрорывны. Вот с компактами есть второе утверждение, да, что пространство конечномерно тогда и только тогда, когда замкнутый шар там единичного радиуса компакт. Вот. Но это вы тоже уже знаете, в конечномерном случае это так, а в бесконечномерном случае вы умеете строить расставленную последовательность из единичных векторов, из которых не выберешь сходящиеся. Поэтому у вас получается, что вот таких два факта уже есть, глядя на которые можно судить о том пространство конечномерное или бесконечномерное, то есть причем топологических. Такая довольно красивая увязка топологии с алгеброй. Вот. Теперь давайте перейдем к вопросу, который, ну, как бы основной для этой лекции. Значит, ну, вот какой еще можно чисто алгебраический вопрос задать в ситуации, когда у вас есть функционал на линейном пространстве? Ну, например, вопрос продолжения. Ну, так же, как под пространство можно задать вопрос о дополнении. Да? Ну, это вот, значит, пусть x, ну, опять, просто линейное пространство. На dr или на c, не важно. Вот y под пространство. Вот взяли l, линейный функционал на y. и хотим продолжить l на x. Ну, вы скажете, ну, зачем дело стало? Все, в алгебре сказали, что надо делать для продолжения. Значит, как продолжить? как с подпространство линейный функционал продолжить на все пространство? Ну, ну, как, ну, возьмем в y, найдем базис гаммеля, дополним e-альфовые до базиса x и поступим банально l на новых базисных равно 0. все, продолжим. Да? Понятно, что произошло. То есть, ну, вот, если там не пугаться бояться гаммеля, то, в общем, все довольно элементарно. Ну, хорошо, это так в алгебраическом стоит случае. А пусть теперь у нас x не просто линейное пространство, а пусть x нормированное. пусть теперь x нормированное пространство. И пусть у нас не просто линейный функционал, а он еще непрерывный. И мы хотим не просто продлить l на x, а продлить до непрерывного линейного функционала. Спрашивается, годится ли вот такое простое наивное рассуждение. Не годится. Ну, вот он задумал, там, где он не думает, а он и там будет. Значит, ну, какой пример может быть того, что не годится? Ну, давайте возьмем любое там пространство z, которое, значит, гиперплоскость, то есть корразмерности 1, но всюду плотно. Всюду плотно. в x. Ну, нет, конечно. Ну, как, у всякого непрерывного линейного функционала гиперплоскость будет замкнута. Она не может быть всюду плотна, тогда бы она не существует. Потому что есть линейный разрывный функционал, у которого ядро это с одной стороны гиперплоскость, а с другой оно что? Не замкнуто. Почему оно всюду плотно? можно залезть в теорему, мы доказывали, там видно было, что все. я понимаю, а почему существует гиперплоскость, которая будет не всюду плотна и замкнута? Ну, потому что есть непрерывный линейный функционал. Почему такие? есть непрерывный линейный функционал? Ну, смотрите, значит, это тоже меж очень хороший вопрос, но, например, потому что, но имеется в виду, почему разумно, просто такое, почему есть нетривиальный линейный непрерывный функционал? Ответ, потому что теорема Хана-Банаха. Вот, мы сегодня докажем ее, из нее будет это следовать. Это не очевидный вопрос, это нужно доказывать. Ну, точнее, доказывать, сейчас вы увидите, почему. Сейчас вот мы здесь столкнемся с этой ситуацией. нет, что вот так задать явно? Нет, ну, на конкретном пространстве, конечно, есть. Если вы возьмете пространство непрерывных функций с обычной метрикой максимум, то, пожалуйста, такие, конечно, есть. Как ни странно, тот же самый годится. Сменили норму, он стал уже непрерывным. Вот, то есть, такие есть, но ваш же вопрос не про конкретное пространство, ваш вопрос про вообще взяли бесконечномерное пространство, правда ли, что на нем, ну, нормированное, да, правда ли, что на нем есть, значит, хороший случай. Но мне, к счастью, сейчас не нужен хороший случай. это кажется всюду плотно, нет? Нет, ну, равномерная метрика стала. Все. Какой всюду? Кто всюду плотит? У вас? здесь ведро все будет плотно. Володь, у вас максимум расстояние. Максимум. Да, максимум расстояния. Если в нуле у какой-то функции единичка, то нулем функции, которая в нуле уже не приблизишься, будет не меньше, чем расстояние в нуле. Понятно, да? То есть нет, в конкретном пространстве привести пример проблемы нет. Вот, но оно реально, действительно, это очень разумный вопрос. Есть проблема с тем, чтобы привести такой пример в абстрактном случае, когда вы взяли нормированное пространство. И сейчас вы увидите, с чего проблема такого, такого сорта примеров. Значит, смотрите, но вот привести, как неудивительно, плохую гиперплосктуру, можно легко, потому что мы умеем легко строить разрывный линейный функционал, значит, его ядро годится в качестве такой гиперплоскости. Ну, значит, мы знаем, что Z дополняется вектором до всего X. Правда? Ну и давайте в качестве Y возьмем вот эту прямую, а в качестве L от лямбда V ну просто возьмем лямбда. это отличный непрорывный линейный функционал, ну потому что в одномерном случае все функционалы непрорывные. Вот. Но теперь попробуем его наивно продолжить. Наивное. Значит, наивное продолжение это такое, что L равно нулю на Z. И тут же получаем разрывный функционал. Получаем разрывный линейный функционал. И поэтому, Володин, вопрос неочевидный. И поэтому, ну вот мне нужно было бы создать ненулевой линейный функционал, значит, на каком-то векторе он не ноль. Но я его беру на этот вектор, натягиваю. Он там, естественно, действует, ну вот типа лямбда, там можно с константой C. Так? А дальше я что хочу? Дальше я хочу продолжить. А наивное продолжение, увы, не работает. Поэтому возникает вопрос, а если наивное не работает, то как продолжать? То есть, понятно, да, вот получается такой вот совершенно неочевидный в общем вопрос. И он, конечно, не решается базисом гаммера. Вот так алгебраически не выкрутишься, потому что, вы помните, что базис гаммер, он как раз очень плохой. Его координаты, за исключением конечного числа, задают в качестве координатных плоскостей что? Всюдоплотные. То есть, они заведомо вас будут вести в сторону разрывных линейных функционалов. Задать на базисе, это значит выразить через координаты. А у вас координаты, в основном, все являются сами по себе разрывными линейными функционалами. Поэтому вот решить эту задачу чисто алгебраически нельзя. Значит, нужно какое-то другое. Ну и вот теория Махана-Банаха позволяет не только эту задачу решить, но и много разных других задач решить. Кроме того, теория Махана-Банаха это одно из самых прикладных утверждений функционального анализа. Вот если там какого-нибудь экономиста поймать и спросить, что тебе нужно из функциональной, из вообще из математики. Но вот если он, так сказать, после перечисления каких-то изначальных понятий, то очень быстро всплывет именно теория Махана-Банаха. Я уж молчу про то, что у вас, когда вы будете обсуждать теорию экстрема, такой по-настоящему, так называемое оптимальное управление, то там теорема Махана-Банаха будет основным инструментом задачи, где выпуклые функции участвуют. Вот. Поэтому это в некотором смысле супер важное утверждение. давайте я его сформулирую. Значит, хотя само оно формулируется без всякого предположения о нормированности. То есть существование нормы не предполагается. Значит, обратите внимание, вот сейчас будет формулировка тоже чисто такая алгебраическая. Значит, пусть Х линейное пространство на ДР и пусть П это значит, П отображает Х в Р однородно выпуклой или однородно выпуклая функция. Не-не-не-не, на С будет другой немножко. Сейчас в формулировке будет видно, почему важно, что Р. Для С тоже есть результат, но он будет таким следствием из того, что мы сделаем. Однородно выпуклая функция означает выполнение двух условий. П от Х плюс У не превосходит П от Х плюс П от У и второе для всякого неотрицательного альфа П альфа Х равно альфа П от Х. Значит, на самом деле то, что мы докажем, будет верной для выпуклых функций, ну а вот однородно выпуклые это хороший консенсус между сложностью изложения и общностью приложения. вот как бы такое хорошее сочетание. Значит, какие важные примеры однородно выпуклых функционалов? Ну, конечно, нормы и полунормы. Значит, примеры. норма, ну, в смысле, здесь же вот, нет, значит, еще раз, да, для положительных альфа только. Значит, норма, полунорма, полунорма, ну, это такое почти как норма, только зануляться может, да, не только в нуле. И еще сюда следует добавить, конечно, функционал Минковского. Минковского. Вот. Значит, теперь формулировка. Собственно, теорема Хана-Бана. Теорема значит, пусть Y под пространство, L линейный функционал на Y и для всех Y L от Y меньше либо равно P. Тогда существует линейный функционал на X такой, что на Y совпадает с L и для него всюду выполняется то же самое неравенство. То есть, смотрите, теорема-то выглядит просто продолжение с сохранением неравенства. Продолжение с сохранением неравенства. В такой формулировке трудно избежать вещественности. А P мы задали уже на все мысли. Да, P было изначально вам дано. P мы никуда не продолжаем. Значит, P дано было изначально, вы взяли под пространство и на нем для функционала выполняется некое неравенство. Вот такое простенькое. А дальше вы хотите продолжить с сохранением этого неравенства. Вот такая никакого анализа здесь нет. Никакой топологии нет. Ну, конечно, там особо педантичные слушатели скажут, не, 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 тут у вас R, значит, что-то там от анализа наверняка все равно осталось. Вот. Но тогда, но так, конечно, если так говорить, то дело вообще сведется к конечным полям и множеством из конечного числа элементов. Вот. Поэтому тут это правильное наблюдение, но все-таки нельзя все время так бедным множеством апеллировать. Вот. Значит, что замечательно в этой теореме? В том, что она значит, вот не только такая очень важная, там, прикладная, вот на вопросы сложные ответит, еще чего-то, а еще тоже доказывается она изумительно просто. Значит, прям почти как по-школьному, в этой теореме сложно ее придумать, вот сложно было, я думаю, сложно понять, какую теорему надо доказывать. Вот даже иногда коллеги используют такое словосочетание, говорят, когда вы придумываете теорему? Вот если хотят спросить, когда вы занимаетесь наукой? Так обычно не спрашивают, а говорят, слушайте, а когда же у вас есть время придумывать или изобретать теорему? Вот для студента это звучит диковато, потому что он теорему получает как данность свыше, как высеченная в скрижалях, вот так сказать, вот теорема, учи, запоминай, носи с собой, вот, но в реальности это не так, в реальности довольно тяжело бывает понять, при каких же условиях верны те или иные утверждения, что нужно, что реально нужно потребовать, чтобы в итоге получить то, что описывает ситуацию жизненную, конкретную, совершенно богатую, как правило, разными дополнительными включениями, и при этом еще и доказалось, придумывать теоремы это довольно сложная штука, вот эту теорему надо было придумать, поэтому там два человека, авторы, вот, и действительно, чтобы сообразить, а доказательство, когда уже придумано, доказательство школьное, значит, смотрите, во-первых, первый шаг доказательства, оказывается, все самое трудное состоит в продолжении на один шаг, то есть добавить один вектор, а дальше ведь можно как, ну добавил один, где один, там и второй, где второй, там и третий, ну и так далее, но поскольку х очень произвольное, то это так далее решается с помощью чего? Леммы, Цорна, естественно, ну и это единственный отголосок здесь не совсем элементарной математики, это вот применение Леммы, Цорна, просто чтобы закончить фразу, что дальше я буду вот так добавлять, добавлять, пока все не построится, вот, вот декайство распадется на два, на два кусочка, значит, первый кусочек продолжить, а второй кусочек замкнуть эту процедуру с помощью Леммы, Цорна, значит, доказательства, ну вот, пытаемся продолжить вот на такую штуку, значит, на один вектор, вот это первое, с чем нам надо справиться, но, поскольку мы знаем, как любой линейный функционал здесь устроен, это что это? Л вот на таком множестве, да, на у плюс лямбда в, на таких векторах, вот это все элементы этого, это у плюс лямбда в, по линейности мы знаем, что это должно быть л маленькое от у, потому что на у мы хотим совпадать с тем функционалом, который там был, дальше по линейности мы должны написать лямбда, а дальше значение на В надо задать, то есть все продолжения выглядят вот так, или от у плюс лямбда на С, вот хотим мы того или нет, но просто никаких других продолжений у нас для вас нет, просто силу линейности все так, ну и встает вопрос, чему же равно С, какое же правильно выбрать С, ну как же правильно выбрать С, но мы хотим, чтобы выполнялось, чтобы выполнялось вот такое, что я пишу, неравенство, для всех у из у и для всех лямбда из А, вот что мы хотим, правда, то есть получается, что в плане того, как устроен линейный функционал, у нас вообще вариантов нет, у нас свобода только в выборе константы С, которая на векторе В, теперь, как ее надо выбрать, ну так, чтобы вот это неравенство выполнялось для всех у и лямбда, так, но есть случаи, когда это неравенство очевидно выполнено, значит, есть случаи, когда это неравенство очевидно выполняется, это лямбда равно нулю, значит, тогда неравенство выполнить. Ну потому что там просто слева L от Y, а справа P от Y. Ну а для них и так было известно, что L меньше равно P. Правильно? Значит нас интересует случай лямбда не 0. Но поскольку, ну как вот неравенства решаются? Вот надо понять, какое условие на C. Значит C тут надо что? Выразить. Значит на лямбда придется что? Делить. Ну а делить Мария Ивановна учила только на положительные числа. Поэтому мы разберем два случая. Положительные лямбда и отрицательные лямбда. Значит ну вот лямбда больше нуля. Делим, выражаем. Что у нас получается? C меньше либо равно. Значит смотрите P однородное. Туда положительные числа можно заносить. Получится P Y делить на лямбда плюс V минус L от Y делить на лямбда. Согласны? Вот. Вот теперь смотрите. Y делить на лямбда это произвольный вектор. Такой же произвольный как и Y. Поскольку это линейное пространство, то Y делить на 5 столь же произвольный вектор, сколько и просто изначальный Y. Поэтому получается, что вот в этом случае итог такой. Значит нам нужно, чтобы C было меньше либо равно P от Y плюс V минус L от Y для всех Y из Y. Понятно, да? Ну стало лучше немножко. Во-первых, C высвободилось. Получилась оценка сверху на C, да? Которую мы хотели бы узнать. А во-вторых, один параметр стало меньше. Теперь лямбда меньше нуля. Смотрим. Но лямбда меньше нуля, это значит, что оно равно минус мю. Ну это чтобы делить только на положительные числа. Значит мы подставляем туда и делим на мю. Значит что у нас получается? Там будет минус C. Мы его перенесем вправо. Поэтому C будет больше либо равно. Значит чего будет больше либо равно C? Будет L от Y делить на мю минус P от Y делить на мю минус V. Посмотрите внимательно. Не обшибся. Видите. Значит там минус V остается. Мы его сюда в большую. L осталось там просто на мю поделили. И минус P мю внесли внутрь. У L минус? Нет, ну мы же L оставили слева. Да, просто на мю. Мы делили без минуса, да. А потом C перенесли. Значит, ну и опять Y на минус тот же произвольный вектор. Поэтому итог такой. C больше либо равно L от Y минус PY минус V для всех Y из Y. Значит и так. Только не больше. Да, больше равно. Значит, итог этих действий. Вот смотрите. Значит, если мы такое C найдем, то оно будет годиться и здесь. Значит, нам нужно, чтобы одновременно C было и таким, и таким. Ну, теперь давайте на это посмотрим так. Значит, есть два множества. То есть множество А. Это множество состоит из таких L от Y делить на P. Из L от Y минус P от Y минус V. Где Y принадлежит Y. А множество B состоит из таких P от Y плюс V минус L от Y. Где Y принадлежит Y. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы точка C разделяла эти два множества. Ну, это знакомая откуда-то ситуация, да? Был такое? Аксиом полноты, да? Значит, если есть два множества непустых, но они у нас непустые, то Y подставь какой-нибудь нулевой, например, уже непусто. Вот. Значит. Одно левее другого, тогда их можно взвести C. Значит, нужно проверить, надо проверить, что А меньше либо равно B. Тогда будет существовать C. Понятно? Но как проверить? Надо взять из А элемент, из B и сравнить. Берем элемент из А. Берем элемент из B. Значит, Y и Z. Это из Y. Ну и надо понять, почему всегда такое выпало. Ну как, перенесем L в одну сторону. Значит, что у нас получится? L от Y плюс Z. Меньше либо равно, пока не знаем, будет так или нет. P, Y минус V плюс P, Z плюс V. Ну, теперь спрашивай, это откуда возьмется? Но Y плюс Z лежит в Y. Поэтому L от Y плюс Z меньше либо равно, P от Y плюс Z. Здесь можно сделать плюс минус V, и мы получаем по выпуклости, по свойству, не по выпуклости, а по однородной выпуклости, по свойству P, что это не больше, чем Y минус V, плюс P от Z плюс V. Вот. Все. Значит, из этого проистекает вот это. Значит, стираем. Из этого проистекает вот это. Ну и значит, такая разделяющая точка C есть. Как вы видите, ничего запредельно сложного нет, ну и вообще сложного нет. То есть, если бы вас к стенке поставили и заставили бы такое доказывать, ну вы бы так и делали. Написали бы, какие неравенства на C нужны. Попробовали выяснить, действительно ли они, как бы можно их выполнить. Да? Увидели бы, что надо проверить, что одно можно что-то львить другого. Ну и проверили бы. Значит, вот. То есть, тут как бы никакой сложности нет. И сразу же себе отметьте, что все вот эти рассуждения обобщаются на случай, когда P выпуклая функция. Значит, единственное, что будет делаться не так прям вот легко. Здесь видите, из-за однородности мы избавились от лишнего параметра. А когда функция P всего лишь выпукла, нам пришлось бы во всех выкладках с собой таскать эти представутые лямбда и мю. Вот. Вот это делает рассуждение таким мини-эстетичным и очень долгим. Вот это довольно долгий набор выкладок. А когда там делаешь, ну, получается еще, так сказать, немножко больше буквок. Но это хорошее упражнение. Значит, упражнение повторить для выпуклой. Выпуклой. Значит, однородно выпуклая, она, конечно, всегда выпуклая. Вот, надо, оказывается, можно только для выпуклых. Значит, попробуйте сами повторить это для выпуклой функции. Значит, ну, теперь, когда на один шаг научились продлить. Есть какие-то вопросы про это дело? Значит, когда научились на один шаг продлить, ну, теперь продлить это на, значит, общий случай, это прям просто лемма-цорна и все. Значит, второе. Применяем лему-цорну. Значит, как мы ее применяем? Ну, так мы ее применяем. Берем, значит, пары Z и L. Значит, Z в X под пространство. Так, да. А почему вот в этих обсуждениях у нас C не могло оказаться только нулем? Ну, вот мы оценки сделали, такой C есть, может, только нулем? Нет, в смысле, а нам какая разница? Нам же лишь какой-нибудь C. Ну, иногда оно только нулем будет. Скажем, в Гильбертовом пространстве будет именно нулем продолжать. То есть, если сразу же C взять 0, то то же самое, что для лямбда 0, там быстро получается? В смысле, что есть нулем? Нет, C взять нулем нельзя. Это от P зависит, получится или нет. То есть, если лямбда 0, то ничего страшного, то это не мы решаем? Нет, лямбда 0, это не страшно. Нет, это не страшно. Смотрите, если вы возьмете C, равном нулю, то вам придется объяснять, почему вот это всегда выполнено. Вот обратите внимание, здесь-то лямбда нет, это правда. Но здесь-то оно, бедняга, есть и становится неочевидно, почему вы можете такое неравенство гарантировать. Ясно? Вот, иногда действительно, вот, ну, собственно, взять нулем, это примерно так вот, как я объяснял, почему мне удается наивным способом получить продолжение. Да, непрерывное, значит, вот, иногда 0 будет действительно будет нулем продолжаться. Это не значит, что никогда нельзя продолжать нулем. Можно. Значит, берем подпространство Z, которое содержит Y, L линейный функционал на Z, и L на Y согласуется с L маленьким. Значит, это у нас такое семейство пар. Ну, по крайней мере, одна пара там точно есть. Это Y, L маленькая. Вот, значит, теперь давайте посмотрим отношения порядка. Что значит вот эта пара меньше либрана вот этой? Ну, так же, ровно, как у нас с вами уже на семинаре были, примеры применения леммы Цорна. Что я напишу? Вот, значит, просто у вас должны одно быть под пространством другого и согласовываться на общей части. Значит, ну, теперь получилось частично упорядоченное множество. Ну, надо проверить, что в нем у каждой цепочки есть мажоранта. Ну, бери. Почему они согласовываются? А? Почему они могут быть все согласовываются? Нет, что значит они могут быть? Да, может, там вообще одна пара, я же не претендую. Но одна пара сама с собой всегда согласована. Да? У меня же частичный порядок. Мне не надо бороться за то, что все сравнение. Это замечательное утверждение. Оно столь мало требует, что иногда даже вызывает сомнение, правда это или нет. Значит, вот берем теперь цепочку. Пусть это цепь. Значит, надо строить мажоранту. Ну, помните, тут фантазии особо не сильно разгуляешься. Ну, давайте проговорим, почему. Ну, вообще, конечно, выглядит немножко безумно, потому что вообще объединять линейные пространства нехорошо, да? Берешь две прямые, объединяешь, и никакое не линейное пространство получено. Вот. Но здесь они вложены. Поэтому, когда вы будете проверять, что получилось линейное, вам придется это проверять только внутри одного множества. Понятно, да? Вы возьмете два вектора x, y. Вот один лежит в каком-то z альфа, другой лежит в каком-то z бета. Но у вас один из этих z альфа, например, z бета, значит, вы все это видите в z бета. Ну, а значит, когда вы возьмете линейную операцию, вы тоже попадете в z бета. Ну, а значит, вы попадете в объединение. То есть, это линейное пространство. Теперь, почему здесь проблем нет? Ну, потому что согласованы на общих частях они совпадают. Поэтому никаких коллизий здесь не происходит, что вы пытаетесь разными числами одно и то же определить. Так? Линейность почему? Ну, потому что линейность для двух векторов опять будет проверяться вот на этом пресловутом z бета. А там соответствующий лбета линейный. Поэтому все согласовалось, это линейное пространство, это линейный функционал. Понятно, что это содержит y. И понятно, что l на y совпадает с l маленьким, потому что так происходит для всех l альфа. Помните, да, мы запасли только те пары, которые продолжали наш l маленький. Вот, все, значит, это мажоранта. Значит, вот эта пара, это мажоранта для цепи z альфа. z альфа, l альфа. Вот. Полиэммицорна есть что? Максимальный элемент. Значит, полиэммицорна существует максимальный z альфа. Ну и остается заметить, что z равно x. Иначе мы применим первый пункт. Если вдруг z не равно x, то мы можем добавить вектор, продолжить по первому пункту и тут же придем в противоречие с максимальностью. Будет построен больше элементов. Все. Значит, ну в принципе, как бы тут тоже никакого удивления не должно вызывать стандартная процедура завершения процесса, который наивно выглядит так. Вот я добавил один вектор научился, теперь я, естественно, смогу второй добавить, третий. У меня же универсальное правило, объясняющее, как я умею добавлять. Ну, значит, и так далее, пока все вектора не переберем. Вот. Но вот это и так далее, поскольку пространство необъятно. Иногда некоторые этого страшно не любят. Ну, те, кто там вообще ли эмоционально кажется запрещенным приемом. Вот. Значит, и пытаются свести дело к сепарабельному случаю. И действует все в сепарабельном. Ну, конечно, в сепарабельном можно было бы все сделать так. Можно было бы устроить такой перебор по счетной системе, получить линейную функцию сначала навсюду плотно множестве, вот, а потом с него пытаться куда-то продолжаться. Ну, скажем, если p от x это норма, то вот можно эту процедуру завершить, потому что непрерывное линейное функционал навсюду плотно, он продолжается, естественно, на все пространство. Вот. Но это выглядит довольно странно, потому что, во-первых, пространства очень много не сепарабельных, но нужных. На практике, там, скажем, ль бесконечности, ограниченные функции, меры, это все не сепарабельные пространства. И довольно чудно, значит, делать науку, которая только к сепарабельным. Поэтому лемма-цорна в данном случае, вот, если ничего больше неизвестно про x, это ничего не добавишь. Так, есть ли вопросы по доказательству? Давайте. Давайте. Мы в первом части, когда доказали, сказали, что можно доказать без однородности. Да. И здесь мы однородность не используем. Да. Получается, теория, она без однородности. Нет, я сказал не без однородности, а для выпуклых. Вот у нас два условия, из них, очевидно, смотрите, у вас два условия, вот эти, p от x плюс y меньше равно p от x плюс p от y и условия, что p альфа x альфа p от x для альфа не отрицательна. Вот из этого следует, что p выпукло. Ну, это прям в лоб проверяется. Пишет p t x плюс 1 минус t y. Это p t x плюс p 1 минус t y и выносите констант. Да. То есть получается, что вот у вас всякая однородно выпуклая, она выпуклая. Но вот эти выкладки, которые мы сделали в первом случае, они обобщаются на выпуклые. Ну, не всякая выпуклая, вот такая. Например, из x квадрат альфа не вынесешь. Правильно? Она выносится в квадрате. Вот. Поэтому, значит, но можно повторить рассуждение для выпуклых функций. Единственное, что... Почему мы так не сделали сразу? Ну, потому что громоздко получается. таскаешь с собой не один вектор y там или y и z, а еще два параметра в нем, потому что при делении на лямбда и на мю, они не сокращаются. Соответственно, ну, вы не можете их внести в p. Поэтому не можете перейти от двух параметров к одному. И становится такое более тягомотное рассуждение. Но надо знать, что теорема верна для выпуклой p. Вот. А для большинства приложений вы предлагаете это либо к нормам, либо к полунормам, либо к функционалам Менковского. Они все однородно выпуклые. Получается, что так вот, если брать с точки зрения, куда прилагать, то рассмотренная ситуация все покрывает. Понятно? Хорошо. Так, значит, теперь, но это был вещественный случай. Теперь давайте сделаем из этого следствие для случая, когда комплексное пространство. Значит, следствие. Ну, если сами для выпуклых будет прям страшно, нужно и интересно, ну, вот в последнем издании Богачева-Смолянова книжки там сделаны сразу для выпуклых. Но мы с Владимиром Ильичем обсуждали этот вопрос и как-то вначале вообще думали для нормы, для полунормы рассказывать. Но тогда функционал Менковского не очень включается. А хочется про выпуклые множество уметь что-то говорить. Поэтому нужен функционал Менковского. Ну и однородно выпуклые, получается хорошее промежуточное состояние между общностью и приложимостью. Значит, те следствия. Пусть х линейное пространство над С помните, да, полунормы, это что? Давайте на всякий случай, значит, п из х в ноль плюс бесконечность, п от х плюс у, меньше рома п от х плюс п от у и п от альфа х модуль альфа п от х для всех альфа из с. Если сюда добавить, что п от нуля ноль, ну, только п равную только в нуле, сразу получили бы просто норму. А это полунормы, ну, не хватило им чуть-чуть. Вот. Значит, мы такую полунорму рассматриваем. Значит, пусть у в х под пространство линейный функционал на у и модуль л от у меньше рома п от у для всех у. Тогда существует линейный функционал л большое уже на х такой, что л на у это не маленькая и модуль л большое оценивается п от х для всех х. Ну, понятно, здесь антураж немножко поменялся в связи с тем, что ну, вы не можете комплексные числа сравнивать, сказать, что одно меньше другого. Соответственно, у вас все формулируется для модуля. Вот. Значит, ну, и чуть-чуть пожестче условия на полунорму. Уже не просто там какая-то выпуклая функция. Вот. Значит, нужно, чтобы симметрия. На самом деле, нужно, чтобы добавилась возможность х подкручивать. Вот. Значит, но это уже следствие. То есть, мы сейчас с вами из вещественной теоремы это просто выведем как такое. Значит, в предыдущей теореме тоже можно было бы, если бы П была бы полунормой, можно было бы писать модуль, потому что понятно, если вы в вещественном случае пишите, скажем, или от y меньше оно П от y и П у вас полунормой, то понятно, что вы можете написать от минус y тоже меньше или было оно П от y. Ясно, да? И отсюда сразу получили, что? Оценку по модулю. Вот. Поэтому в вещественном случае тоже оценка, на самом деле, если П полунорма, то оценка будет на модуль. Ну, а если не полунорма, то, конечно, это не обязательно. А полунорма отличается от нормы то есть тем, что она может несколько нулей видеть? Ну, не несколько, а линейная подпростанция сразу имеет в виде нулей, да. Вот. Доказательства. Ну, доказательства, естественно, надо свести задачу, но сводится она довольно наивно. Давайте смотреть на x как линейная над r. Всякая линейная над c можно смотреть как линейная над r. Но если можно на комплексную умножать, то на вещественную уж тем более можно. Правильно? Значит, и возьмем l маленькой r. Это действительная часть l. то есть это l плюс l сопряженная пополам. Это линейный функционал над r. Но вот над c он не линейный функционал, естественно. А над r он отличный линейный функционал. Значит, получилось, смотрите, смотрим на x как на линейное над r. смотрим на вот этот огрызок нашего линейного функционала. Но эта ситуация какая? Понятно, что lr оценивается p от y. Ну, потому что вообще он полностью оценивался. Уж вещественная часть тем более оценивается. Вот. Но тогда есть продолжение. По теореме существует продолжение lr. Ну вот, значит, с оценкой модуль lr от x меньше волну p от x. Значит, еще раз. Те, кто думают, что мы здесь обманываем, должны понять, что то, что стоят модули, никак не мешает применению предыдущей теоремы. Можно убрать модуль и писать без модуля. Это то же самое неравенство по общности. Поскольку вы требуете это неравенство для всех y, вы можете его писать без модуля. Вот. Ну и здесь получать без модуля, но он автоматически потом придет вам с модулем из-за того, что это полунорма. Ну а теперь, видите, вещественную часть продлили, теперь надо правильно понять, что делать с мнимой частью. Значит, просто ее взять и саму тоже продлить. Вот наивный подход какой? Все и мнимую часть продлить. Нехорошая идея. Значит, сразу надо запомнить, что продолжений в теореме Ханна-Баннаха может быть много. Это никогда не единственное, ну то есть это иногда единственное продолжение. Ну, например, в Гильбергтовом пространстве непрогимый функционал будет единственным образом продолжаться без увеличения нормы, скажем. То есть иногда это единственное продолжение. Но вообще говоря, продолжений много и можно не попасть в то, которое нужно. А оценка отдельно мнимой и оценка отдельно вещественной части не дают оценку модуля. Правильно, они дадут ее с каким-нибудь корнем из двух. Понятно, да? То есть вот так наивно действовать, что типа, ой, а это, ну, давайте то же самое с мнимой сделаем и все будет окей. Так не выйдет действовать. Значит, делаем чуть-чуть похитрее, ну, чуть-чуть совсем. Как сказать, чтобы это не было чем-то страшным. Значит, как делаем чуть-чуть похитрее? значит, делаем так. Вот давайте посмотрим. Вот у нас есть телят Y. Сначала на маленькое поглядим. Вот его вещественная часть, а вот мнимая часть. Правда? Хорошо. Давайте Y подставим. Что будет, если Y подставим? Значит, я что хочу сделать? Я хочу выразить мнимую часть через вещественную. Это кажется Unreal, потому что, ну, как, это же независимые компоненты, как хочу, так и меняю. Но у нас линейный функционал. Вот из-за того, что он линейный функционал на c, они оказались зависимы. Их можно выразить один через другое. Понятно, да? Вот. Поэтому то, что мы делаем, это не какое-то безумие. Это реально может кончиться чем-то удачным. Значит, вот мы подставляем. Вынести нельзя. Эти части не являются линейными на c. Но вот здесь вынести можно. Значит, давайте я возьму и это умножу на минус i. Вторую строчку умножу на минус i. И посмотрим, что получится. Значит, на минус i умножаю. здесь просто l от y. Здесь минус i lr и y плюс li и y. Давайте смотрим на это и думаем, найди 10 отличий. Вот это от этого. Значит, ну это же комплексные числа, значит, у них вещественные, если они равны, то их вещественные части равны, мнимые равны. Значит, вот эта штука это то же самое, что минус lr от y. Значит, что у меня получается? Получается, что мнимая часть мнимая часть, это в точности минус i, минус просто, без r, минус вещественное, в которую подставили и y. Значит, не совсем минус вещественное, в которую подставили и y. Понятно, да? И вот это мы и примем с вами за способ продолжения. Потому что lr мы продолжили, и именно это мы будем считать правильным способом продолжить минус вещественное. Значит, вот глядя на это, мы теперь с вами продолжаем линейный функционал. Мы говорим, давайте теперь вот продолжение l от x будет строиться так. Это lr от x минус и lr от x. Значит, и вот я утверждаю, что это искомое продолжение, искомое продолжение l маленького. Значит, ну, надо проверять, но тут много чего надо проверять. Давайте, значит, аккуратно проверим, действительно это оно или нет. Значит, ну, первое, что нас должно интересовать, а почему вообще получилось линейное. Ну, давайте смотреть, с суммой, с суммой все окей. Почему? Потому что это линейное и это, ну, lr линейное. Поэтому с суммой л от x плюс y ну, или x плюс z это l от x плюс l от z потому что так так, так, так для lr. Теперь, l от альфа x, когда альфа вещественный, тоже все окей. Правда? Потому что так для lr. линейное. Единственное, надо проверить, что с мнимыми все окей. Ну, а поскольку комплексное можно развалить сумму, а для суммы все окей, то выносить надо уметь только что? Только мнимое. А из мнимых надо выносить только i. Значит, вот реально надо проверить, что все окей с ix. Надо проверить, правда ли, что это и lx. Но давайте посчитаем левую часть и правую часть и посмотрим, что будет. Значит, что у нас будет, если мы подставим l и x? Ну, будет lr и x минус и lr от чего? минус x, но минус можно вынести. Вот так получилось. Ну, похоже это на то, что вы i умножили на l от x. Ну, смотрите, первое как раз даст второе, а второе даст первое. Видно, да? Там как раз минус i очень классно и умножается с плюсом получится. Линейность проверили. Что еще нужно проверить? но что l от y продолжает? l маленькая. Но это так по построению. Да? Значит, это по построению. Ну, потому что мы выбрали l r ровно так, чтобы на y получалось, да, вот, если мы подставим туда l r от y, это будет l от y, l r от y, это будет l от y. Ну, r только, да, а тогда та формула выдаст нам ровно l от y. Мы так, собственно, вышли на эту формулу. Понятно, да? Мы взяли l и y и записали, как можно выразить мнимую действительную часть. Поэтому наша формула рождена ровно так, чтобы на y давать правильный ответ это y. Ну, и последнее, что осталось, это выяснить, почему оценка есть. Почему есть оценка? Значит, ну, давайте выясним, почему есть оценка. Значит, надо проверить, что l от x меньше либо равно p от x. Ну, но тут как? Если x равно нулю, то это очевидно. Ну, потому что 0 меньше либо равен неотрицательного числа. Правильно? Ну, либо равен нуля. 0 меньше либо равен нуля. Теперь, если x не 0, а, ну, еще даже круче можно. Смотрите, если l от x 0, то тоже очевидно. Ну, может, p не отрицательное число любых x. Значит, пусть теперь l от x не 0. Тогда можно подкрутить, тогда существует такой фи, что e в степени и фи l x это в точности модуль l x. Такой стандартный финт для комплексных чисел, который вот на число прямой не сделаешь, а в комплексных всегда можно повернуть. Да? ну, просто надо домножить на то, что сократит соответствующую часть, и доставить только модуль. Хорошо, что это означает? l у нас линейная штука, поэтому получается l от e в степени и фи x это модуль l от x. но с другой стороны это вещественное, значит это только l r от e в степени и фи x. Но это меньше либо равно p от e в степени и фи x. Но это в силу однородности просто p от x. Получилась нужная оценка. Вот. Значит, нельзя сказать, что это как-то сильно воодушевляет, но если мы взялись доказывать, то проверять это надо, значит, поэтому вот, мы с вами и проверили. Да? ничего такого запредельного тоже нет, но некие трюки присутствуют такие, незамысловатые. Есть ли вопросы по доказательству? Нет вопросов. Ну, теперь вот вооружившись теоремой Хана-Банаха можно на некоторые изначальные вопросы ответить. Например, следствие. Еще одно. Значит, пусть Х нормированное пространство. И, значит, Y под пространством, L непрерывный линейный функционал на Y. тогда существует линейный непрерывный функционал L на X такой, что L на Y равен L маленько и норма L большого совпадает с нормой L маленько. Вот такие продолжения иногда называют продолжениями Хана-Банаха. Говорят, я продолжил по Хану-Банаху. Это значит, что я взял продолжение, которое не изменило норму. Доказательства. Доказательства. Теперь все благодарители Хана-Банаха не били жачего, потому что что можно сказать? У вас L от Y меньше либо равно норма Y на норму X на норму Y. Норму L на норму Y. Вот это и будет ваше P от Y. Ну, значит, есть продолжение по теореме Хана-Банаха. Есть продолжение L такое, что L от X меньше либо равно норма L на норму X. Ну, из этого следует, что L непрерывно и норма и норма не больше чем норма L маленькая. Но меньше быть не может. Меньше быть не может. Почему не может быть меньше? Ну, может, для L маленького была бы меньше. Понятно, тогда для L маленького была бы меньше. Если бы годилась меньшая константа для всех X, она бы годилась для Y, а на Y L совпадает L маленькая. все, получилось, мы продолжим. Видите, такой теперь ответ ему молниеносно выносится. Следующее следствие, что Володя спящий спрашивал, значит, пусть X нормированное пространство. Пусть, давайте, такое следствие будет из двух частей. То есть, первое, для всякого ненулевого X существует линейный непрорывный непрорывный функционал такой, что L норма L единичка, а L от X это норма X. Ну, трудно понять, зачем это надо, но в дальнейшем это будет очень важную роль играть при обсуждении сопряженных пространств. Второе, для всяких линейно независимых X1, Xn существуют линейные непрорывные функционалы линейные непрорывные функционалы L1, Ln такие, что L и T от X G это дельта и G. Из этого, в частности, следует, в частности, если размерность X бесконечная, то пространство пространство непрорывных линейных функционалов, его обозначают X со звездочкой. X со звездочкой. Но имейте в виду, что здесь звездочка именно для непрорывных функционалов, а не для всех. Поэтому часто просто сопряженные штрихом обозначаются, а вот сопряженные из непрорывных линейных обозначаются именно со звездочкой. Не путайте, пожалуйста, линейных функционалов. Звездочка имеет бесконечную размерность. То есть, они не просто есть, а их очень много. Значит, доказательства все однотипные, совершенно однотипные доказательства. Как вот под копирку, после того, как теоремы Муханна-Банаха доказали, все доказательства одинаковые. Ну, например, первое. Берем на прямой натянутый на X L от лямбда X равно лямбда на норму X. Замечаем, что норма L равна единице. Ну, это понятно, почему, да? Оно всегда оценивается нормой лямбда X, и лямбда равна единице получается равенство. Поэтому лучше, чем единичку, не возьмешь. Вот. по теореме Ханна-Банаха продолжается на все X. Получается, нужный функционал, он на X дает норму X и его норма единичка. Успеваете? Значит, и второе. Возьмем в качестве Y линейную оболочку X1 XN и на Y линейные функционалы LI, такие, что LI от XG равно дельта и G. То есть, просто дуальный базис. Это конечномерное пространство, на нем можно взять дуальный базис. Так? Но пространство конечномерное, там все линейные функционалы непрерывны. Значит, так как размерность Y меньше бесконечности, то все LI-ты непрерывны. По теореме Ханна-Банаха LI-ты продолжаются на X. Вот. Ну вот мы с вами начали с того, что нам трудно продолжать линейные функционалы. Причем видно, что трудность продолжения с маленьких пространств, даже с прямой, с конечномерного подпространства. Ну и вот теорема Ханна-Банаха нам говорит, что на эти вопросы дает положительный ответ. Действительно мы можем и с прямой, с конечномерного подпространства непрерывно линейного функционала, на самом деле вообще с любого подпространства. Теорема Теорема Хана-Банаха нам дала гораздо больше, что мы можем с любого подпространства продолжить до непрерывного. Это вообще никак не очевидно. Значит, это первое. Второе, что нам дала Теорема Хана-Банаха, что вот эти замечательные непрерывные линейные функционалы, их реально много. Их реально много. И поэтому можно ожидать, что сопряженная пространство, состоящее из непрерывных линейных функционалов, оно действительно много чего знает про пространство Х. Так вот, как бы глобально все функционалы должны знать про пространство Х, всю информацию. Но на самом деле из-за того, что этих оказывается очень много, то можно ограничиться только непрерывными линейными функционалами во многих вопросах. Вот. Ну давайте вот на этом лекцию закончим. Через 10 минут будет семинар.